привет всем если вам нравятся болталочки под вязание то это видео как раз для вас потому что сегодня на моем канале я записываю ответы на вопросы тега это мой собственный тег я написала к нему вопросы сама тег посвящен аксессуарам для вязания не инструментом не спицам крючкам а именно аксессуарам для вязания в нем не так много вопросов но я думаю что около получаса мы с вами поговорим если вам нужно фоновое видео интересно послушать ответы на вопросы рукодельницы то оставайтесь со мной и смотрите это видео до конца итак друзья меня зовут ольга вы попали на мой канал который посвящен вязанию спицами крючком здесь вы найдете как подробные мастер-классы и описание вязания каких-то изделий так и маленькие короткие ролики посвященные техническим моментом в вязании вязание и спицами и крючком а также вот такие болталочки обзоры пряжи обзоры инструментов и ответы на вопросы тега а также я хочу обратиться к другим вязальщицам если друзья у вас есть канал на youtube и вас заинтересовали мои вопросы вы захотите дать на них свои ответы и поделиться со своими зрителями своим отношением к вязальным аксессуарам то я буду очень рада послушать ваши ответы на мои вопросы и так потихонечку начнем я буду поглядывать всю тетрадку где у меня записаны вопросы я еще не выучила до конца по порядку а также буду повязывать свой проект я не знаю что это еще будет проект уже у меня мелькал в одном видео либо это топ либо футболочка я связываю остатки в общем будем вязать будем общаться начнем итак вопрос номер один считаете ли вы что для вязания достаточно спиц крючка и матка ниток да друзья я именно так считаю я считаю что для вязания достаточно пряжи и инструмента которым ты вяжешь это спицы или крючок я зато и люблю свое увлечение вязание что вот оно такое что всегда может быть со мной это не такое увлечение которого ты ждешь когда ты сможешь этим заняться когда тебе нужно что-то разложить расставить собрать ткацкий станок поставить вязальную машину открыть баночки с клеем еще что-то а это вот это такая мелочь маленький клубочек и маленький крючочек в твоих руках могут превратиться в произведение искусства тебе для этого ничего больше не нужно вот именно за это я люблю свое увлечение вязанием далее вопрос номер два какими аксессуарами для вязания вы пользуетесь а какие только планируете ввести в свое увлечение я пользуюсь маркерами я не так давно начала пользоваться маркерами я раньше вязала реглан но как-то обходилась без маркеров а вот сейчас я пользуюсь маркерами дальше я пользуюсь у меня есть такая подставочка вертушка для того чтобы было удобно поставить бобинку и вязать бобины чтобы пряжа не скручивалась и потом полотно не косила отличная вещь дальше что еще у меня есть у меня есть это сложно назвать проектной сумкой но я приспособила под вязальные проекты сумочку которая шла косметичкой в одном из заказов от и фроши там был набор такой и вот одну из этих сумочек я приспособила себе под проекты сюда отлично входит клубок другой и и вязание далее у меня конечно есть наконечники такие стоперы для спиц у меня есть линейка который я проверяю нумерацию спиц раньше мне такой линейки не было я все опиралась либо на глаз это точнее это было уже очень давно либо на какую-то нумерацию которая присутствовала на спицах сейчас я легко могу каждую пару спиц проверить друзья мне пришлось нажать на стоп чтобы подумать хорошенечко еще в своей голове как вы так определить а что у меня есть еще из аксессуаров я так крепко подумала мне кажется что у меня больше ничего и нету да у меня больше ничего нет и вот эту линеечку про которую я говорила в самом конце ответа на предыдущий вопрос вот на на текущий вопрос я даже не знаю можно ли ее отнести к аксессуарам но я думаю что да инструментом она как бы не является это не ножницы не иголка не спицы и не крючок это именно приспособление вот на этом дорогие друзья все мое владение аксессуарами и заканчивается больше у меня ничего нет вопрос номер три вы покупаете аксессуары или делаете их сами если делаете то какие и из чего я покупаю аксессуары получается что вот что проектную сумку я купила что естественно стопперы я покупаю что маркеры хотя естественно я все могла бы это делать сама вот подумайте сами например мы с вами вязальщицы рукодельницы да что нам стоит сделать себе проект на сумку вы заметили что проектные сумки все тканевые но мы с вами вяжем но никто я ну честно скажу я не видела чтобы кто-то из девочек показывал что он связал себе проектную сумку вот тканевые сумочки вот это я вижу далее маркеры я могла бы делать маркеры сама нет я их покупаю хотя знаю что там в общем-то ничего такого могла бы сделать себе хорошенькие очень красиво маркеры нет я покупаю далее а вот кстати вертушку но я не сама ее сделала мне сделал ее муж вот эту вертушечку изначально я посматривала на них на ярмарке мастеров я не знаю сейчас как но тогда вот цена была в районе 1000 1200 рублей ну и как то вот она вроде бы как и надо но еще за пересылку в общем я показала картинку и рассказала вообще как это устройство должно работать с моим мужем и они мне с другом сделали эту штучку я потом вам друзья и как-нибудь покажу в одном из своих обзоров поподробнее как она устроена вообще из чего она сделана как там все штучка в штучку вставляется вы поймете и и себе стоимость 0000 рублей 0 копеек если у вас есть мужчина который вот что-то умеет делать руками он вам такую штучку сделает вот получается так а все остальное у меня покупное следующий вопрос как вы считаете может ли такой аксессуар как проектная сумка или сумки увеличить количество недовязов вот я друзья над этим вопросом задумалась когда стала составлять вопросы тега вот правда ведь вот подумайте вот у меня есть вот это вот одна сумочка я ее использую мне недовязов нет я не использую только для того чтобы перевести проект из пункта а в пункт б чтобы не толкать в сумку или куда-то вот куда мы едем спицы и вязание не просто так а положить вот в этой сумочке хотя я скажу вам честно мне ближе не сумка а корзинка что я и делаю я беру корзинку для рукоделия но там у меня лежат еще какие-то другие моменты то есть у меня могут там еще инструменты быть какие-то клубочки для другого проекта подставочка под телефончик еще что-то и вот там уже в этой корзинке для вязания у меня лежит вот эта проектная сумочка я так подумала вот две сумки три сумки я иногда смотрю видео рукодельниц на ютубе как вот они показывают эти сумочки в этой сумочке этот проект лежит в этой сумочке у меня лежит этот проект в этой сумочке у меня лежит этот проект вот они лежат в таких красивых сумках сумка красивая, они тебе не попадаются на глаза, ты видишь вот сумочку все у тебя так красиво, аккуратно я не знаю, вот оно, наверное, даже как-то взгляд на эту сумочку запускает ли он в голове процесс того что там у тебя не довяз и тебе нужно его доделать так вот, когда у тебя лежит открытый клубок и вязание, когда ты знаешь, что это начатая работа или когда у тебя стоит красивая сумочка вот мое мнение, что наличие вот таких вот красивых сумок, аксессуарчиков таких оно в принципе может увеличить количество недовязов они там у тебя где-то лежат все красиво, все аккуратно вернусь когда-нибудь, там все хорошо ничего не перепутается, все лежит аккуратненько ну вот как-то так следующий вопрос как вы думаете, какие маркеры какой формы ваши фавориты и почему? за что вы их цените? за удобство, за красоту, за легкий вес или за что-то другое так получилось, что все мои маркеры одинаковые я не могу их вам, к сожалению, показать это вот простая петелька или такая петелька застегивающаяся как булавочка маркеры как булавочки вот у меня есть только такие маркеры причем когда мне нужно обозначить, например, линии реглана и обозначить еще особым маркером начало ряда тогда я могу вместо этого маркера использовать простую булавку потом я себе задаю вопрос а почему я не могла повесить просто простые булавки не знаю вот так получается и никаких других маркеров когда я смотрю вот какие красивые продаются там с бусиками с фигурками как-то вот у меня вот здесь вот как-то ничего не колышется чтобы я их захотела бы себе купить держать в руках чтобы они у меня висели бы вот здесь вот на работе на моем проекте нет честно мне как-то это не хочется не знаю нет у меня такого такой потребности да вот эти маркеры мне нравятся тем что они легковесные что они легко одеваются и легко снимаются есть ведь такие маркеры вот у которых есть такая петелька и все вот ты одел этот маркер и если вот вот он у тебя допустим вот здесь вот висит в ряду да и вот сейчас ты его хочешь отцепить вот ты уже провязала и хочешь ты его отцепить ты его не отцепишь пока ты не переснимешь вот эти петельки на эту спицу и не освободишь отсюда этот маркер а вот эти самые простые маркеры он там с застежкой с булавочной ты просто его убираешь снимаешь и так же в любое место ты его можешь поставить Потому что если ты пропустила, допустим, место постановки маркера, а помнилась только сейчас, то, пожалуйста, ты можешь его поставить. А вот эти вот новомодные, так скажем, маркеры, особенно самодельные, которые просто на петельке, они очень красивые, но мне кажется, они не совсем удобные. Я не пробовала, конечно, с ними вязать, но именно вот этот момент постановки снятия я считаю неудобным. И там вот эти вот всякие цеплюшечки, еще когда круглый просто маркер, вот я видела у одной девушки, ее зовут Марина, я, к сожалению, забыла, как полностью называется канал. Ей муж делает такие кругленькие маркеры, очень миленькие, приятные, вот я думаю, они-то не будут ни за что цепляться. А вот всякие фигурки, там животных, цветочки, еще что-то, мне кажется, что это может даже зацепляться за нитки, как-то запутываться. Вот это, мне кажется, неудобно. Далее следующий вопрос. Есть ли у вас проектная тетрадь? Или вы ведете записи в обычной тетради, блокноте? Доверяете ли вы электронным носителям информации? У меня нет проектной тетради, если понимать ее в том смысле, как вот, как отпечатанная типографская проектная тетрадь, где записано, где есть графы для указания пряжи, спиц, то есть специально созданная для вязальщиц. Такой тетради у меня нет. Я веду свои записи в обычной тетради в клетку, которую мне подарил муж. Она у меня называется черная бухгалтерия, вы ее уже, по-моему, несколько раз видели в кадре. Я туда коротко что-то записываю, когда проект уже завершен. Важные, определенно важные моменты, количество петель, рядов и так далее. А также у меня есть рабочая текущая тетрадка, которую я так называю, как черновик, для черкотни, вот для разной, где у меня идут текущие расчеты, текущие записи, где я могу что-то подчеркаться, пока не завершен проект. То есть веду там текущие записи. А когда уже проект завершен, и я четко знаю, с какими данными он вышел, тогда я из этой черновой тетради все переписываю в свою уже вот эту чистовую тетрадь с черной бухгалтерией. Там у меня по проектам все записано. А, да, вот еще я, мы недавно, мы вчера были с дочерью в магазине канцтоваров, это не совсем канцтовар, это магазин для художников-архитекторов, вот там, где продаются спецкраски, спецбумага, линеры. И я там купила себе за 300 рублей такую замечательную тетрадь, я вам потом покажу ее в кадре. А там огромное количество листов, такой плотной бежевой бумаги для записей. Я думаю, что это будет шикарно смотреться, во-первых, в кадре, во-вторых, мне будет очень удобно в ней вести записи, там такой элегантный разворот, который мне не нужно будет без конца поправлять. Я не люблю вот такие тетради, которые раскроешь, а листы переворачиваются обратно. И люблю либо на пружинке, либо вот как здесь сделано, вот такое вот широкое раскрытие. Теперь, что касается электронных хранителей информации. Я знаю, что сейчас это все очень модно, вести записи в виде таблиц в Excel, делать себе какие-то вот подборки в виде папочек на компьютере, сбрасывать это на диск или еще что-то. Но вы знаете, друзья, я совершенно не доверяю электронным хранителям информации. Вот у меня просто у знакомых была такая ситуация, когда они все фотографии своей семьи за много лет хранили на диске. Там все было, все. Рождение детей, свадьба и все события. Диск восстановления не подлежит. Потеряно все, что было за все годы жизни. Ничего не осталось. Также у меня на работе случались иногда такие курьезы, я работаю за компьютером, что вот с этими файлами иногда случается какая-то беда. Или с самим хранителем этих файлов, то есть с компьютером еще с чем-то, когда невозможно файлы восстановить. И даже не только с этим это связано. Вот я, например, такой человек, что я люблю листать. Вот для меня книга, тетрадь должна быть осязаема. Я не люблю читать электронные книги, я люблю владеть книгой, я люблю дышать книгой, чувствовать ее запах, переворачивать страницы, прикасаться к ним. И то же самое касается вот этих вот тетрадей для записи проектов. Сидеть и смотреть в экран и смотреть в эту таблицу, где что-то там у меня записано, мне это не нравится. Мне нравится именно переворачивать страницы в своей тетради, смотреть на свой почерк, на свои записи. Для меня это вот как-то очень важно, чтобы была у меня под рукой именно такая осязаемая вещь, а не электронные носители информации. Ни флешки, ни карты, я таким не пользуюсь. Следующий вопрос. Приобретали ли вы аксессуары для вязания на Алиэкспресс и других китайских сайтах? Что можете сказать об их качестве и вообще об ассортименте? Я на Алиэкспресс приобретала стопперы для спиц. И вот, кстати, я еще не сказала, что у меня есть. У меня есть две такие штучки, вот так вот изогнутые. Это получается приспособление для вязания коз. Там в упаковочке было три штучки. Совсем тоненькая, чуть потолще и толстая. Если коса состоит из небольшого количества петель, ну там 8, допустим, два раза там по 4, я делаю это просто на спицах. А как-то вот я помню, что вязала вот с помощью вот этого приспособления, какую-то косичку. А вообще, честно скажу, они не очень удобные, мне показалось. Мне показалось, что на спицах вот так вот просто переснимать, это намного удобнее вручную. Так вот, получается, я заказывала стопперы и вот эти приспособления для вязания коз. Я потом зашла в наш магазин пряжи и увидела там точно такие же упаковочки. Это стоило в несколько раз дороже. Качество, обыкновенное качество. Эти приспособления для вязания косичек пластиковые, а наконечники резиновые. И на спицах они держатся прекрасно. Поэтому, я думаю, если кому-то нужно вот такие вот штучки, то их вполне можно приобретать на Алиэкспресс. Там они стоят копейки, доставка бесплатная. Еще я посматривала там на такую штуку, как счетчик рядов. Но я не стала его покупать. Потому что я подумала, что я буду только отвлекаться на то, чтобы нажать на эту штучку, на эту кнопочку. Я не привыкла этого делать. И как бы мне это не нужно. Вот, я только, он мне кажется только запутает. И потом, что я вот еще считаю, нужно сказать про ряды. Именно, именно про себя. Именно как я это делаю. Это лично мое мнение. Я не... Вот видели, наверное, как иногда девочки вяжут. Провязали 10 рядов, ставят маркер, еще 10, ставят маркер, еще 10. И вот, как бы, получается потом удобно. Допустим, тебе 86 рядов. Ты считаешь. Вот 8 маркеров, значит, еще 6 осталось. Я так не делаю. Вот, я считаю постоянно, начиная с начала, сколько мне потребуется раз, если я не сумела удержать эту цифру в голове. А вообще, я пытаюсь ее удержать. Я считаю, что вот наше увлечение в вязании, оно очень тренирует наши мозги. Потому что вот все эти расчеты, цифры и все прочее, оно способствует развитию вот какой-то мозговой деятельности, мозговой активности. И если я буду вешать эти маркеры через каждые 10 рядов, это немножко, мне кажется, будет мое вязание отуплять. В то же время, я, конечно, могу в этот момент думать о чем-то другом, но мне хотелось бы думать о процессе вязания. Поэтому, провязав определенное количество рядов, я считаю 30, например, это рядов. А если мне нужно 36, я держу в голове 30. И считаю потом ряды. Считаю ряды, потом иногда не отвлекаюсь, но я как бы так между делом их считаю, а не то, что вот держу, вяжу 31 и твержу там про себя. Это 31, это 31, там поворачиваю работу и твержу, это 32. Нет, я считаю их так, вскользь. И потом, когда я как бы ощущаю, что вот 36 ряд, я проверяю себя. И бываю очень рада, если это действительно 36 ряд. То есть я понимаю, что я смогла удержать в своей голове как информацию о том, сколько у меня было рядов, так и пропустить через себя, из-под вольт, иногда думая о чем-то другом, отвлекаясь на узор, считая петли, еще что-то. Еще и удержать информацию вот об этих 6 рядах, сложить это все и выйти на 36. Я тогда бываю очень рада. Так это был ответ на вопрос о китайском сайте. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Что из вязальных аксессуаров вы считаете достойным подарком для рукодельницы? Например, на день рождения, на 8 марта, на Новый год, я считаю очень достойным подарком для рукодельницы из вязальных аксессуаров. Ну вот, вот это вот мое, если вы вяжете с бобин, то вот это вот приспособление для вязания с бобиной, я считаю очень достойным подарком. И на 8 марта, и на Новый год, и на день рождения, почему нет? А также мне безумно нравятся керамические клубочницы. Вы, наверное, видели клубочница, в ней какая-то такая завитушечка сделана, маленькая дырочка, куда можно выпустить кончик нити. Они мне нравятся чисто с эстетической точки зрения. Стоят они дорого. Вот та клубочница, которая мне вот прям очень сильно понравилась, стоит 2 700. Естественно, я ее никогда себе не куплю. Потому что я стала рассуждать о том, как бы я вот с нее вязала. И практически у меня нет проекта, где бы мне вот эта клубочница пригодилась. Потому что если я вяжу с бобины, я ставлю бобинку на приспособление. Если я вяжу с мотка, то я вяжу с мотка. И его неудобно класть в клубочницу, я так считаю. Не поправьте, владелицы клубочниц. Как вы вяжете из клубочницы? Вы сначала перематываете моточек в клубок, а потом кладете его туда. Или туда можно вот прям моток положить и его тянуть, и он там аккуратно разматывается. У меня вот просто никогда не было клубочницы. И я даже вот не представляю, как она работает. Так что считаю вот эти два предмета довольно-таки достойным подарком. А вот и проектную сумочку я, кстати, тоже считаю достойным подарком. Но только, наверное, дарить ее пустой не стоит. Наверное, надо туда что-то еще положить. А вот если в проектную сумку что-то еще положить, те же инструменты, то это будет просто шикарный подарок для рукодельницы. Следующий вопрос. Как YouTube повлиял на ваши покупки аксессуаров? Есть ли что-то, что вы увидели только здесь, на YouTube у вязальщиц и приобрели потом для себя? Ну да, получается, что вот как раз-таки и YouTube и повлиял на то, чтобы я приобрела такой, точнее говоря, сделал мне муж, такой аксессуар, как вязание вот с бобины. Такую приспособу. Маркеры я тоже увидела впервые на YouTube до этого. Я таких приспособлений не видела. В старо-давние времена мы пользовались отметкой контрастной нитью. Получается, что все аксессуары для вязания, которые я только знаю, я их все увидела здесь на YouTube. Сказать, что на меня очень сильно повлияло, что вот кто-то вяжет с использованием таких аксессуаров, а у меня их нету, я бы их хотела приобрести. Ну, нет. Вот как-то маркеры я решила попробовать. Стоперы мне показались нужны, чтобы можно было померить изделие. Или даже когда в процессе хранения на спицах, чтобы у меня вязание не слетело. А вот так особенно, я видела у девочек очень много проектных сумок красивых, проектных тетрадей, потом каких-то бирочек для записи образцов, по-моему, для образцов, для хранения образцов, что-то вот такое. Нет, честно скажу, мне не захотелось это иметь у себя. И последний вопрос. Итак, что же такое вязальные аксессуары? Это мода? Это необходимость? Или это способ заработка на нас, рукодельницах, на тех, кто вяжет? Я считаю, что это вот все. Это и то, и другое, и третье. В отношении каких-то вещей это мода. В отношении каких-то это необходимость. Ну, вот, например, такой аксессуар, как линейка, с помощью которой мы промеряем нумерацию спиц. Это не инструмент. В обиходе у нас раньше такого не было. Это появилось недавно. Сказать, что это мода? Нет, это не мода. Это действительно необходимость. Мы теперь вяжем из различных толщин пряжи, разными спицами. И иметь у себя такой, в общем-то, полезный аксессуар, это, можно сказать, ну, прямо необходимость. К необходимым аксессуарам я отношу также и стоперы, например. Мне кажется тоже, что это необходимый аксессуар. Есть аксессуары, именно вот как способ заработка, да, на тех, кто вяжет. И я это понимаю правильно, отношусь к этому хорошо. Потому что каждый из нас владеет разным видом рукоделия. Если мы вяжем, нам в работе что-то нужно. Девочки из других направлений, из других направлений рукоделия, предлагают нам свои работы. Работы, выполненные в технике скраббукинга, это проектные тетради. Работы, выполненные в технике шитья из тканей, петчворка, это проектные сумки. Работы, выполненные в технике, допустим, бисероплетения или изготовления бижутерии, это те же маркеры, то почему нет? Это их способ заработать. И мы также являемся одним из покупательских сегментов их вида рукоделия. Поэтому, да, я считаю, что тут как бы ничего плохого нет. И мы с вами, дорогие вязальщицы, можем придумать какой-то свой вязальный аксессуар, который может быть крайне необходим другим рукодельницам. Я вот не знаю, что это еще можно такое придумать. Ну, точнее говоря, я еще не очень сильно над этим задумывалась. Но я думаю, что мы с вами можем внести свою лепту в аксессуары для рукоделия и что-то смастерить такое, что будет крайне и очень необходимо для других рукодельниц. Вот, например, кстати, игольницы. Мы же можем вязать очень красивые игольницы. А мы и вяжем, да, мы и вяжем очень красивые игольницы. Ну вот, друзья, на этом, пожалуй, все. Это был последний вопрос моего тега. Думаю, вам интересно было послушать ответы на него, повязать, расслабиться, посидеть на диванчике. Вы сегодня, кстати, в гостях у меня на даче. Я сегодня приехала на поле и решила заснять для вас такое небольшое видео. Итак, дорогие рукодельницы, если вам интересно было со мной побыть, а также у вас есть свой канал на YouTube, то приглашаю вас ответить на вопросы моего тега. На этом все. Всем пока. С вами была Ольга Прилуцкая. До новых встреч. Увидимся. Пока-пока.